Надеюсь, наша Софишка проживет еще с нами, побудет с нами У нашего покемона будут чиночки, муж для Юмичу Очень много вопросов про нового питомца на 3 миллионов Я очень хочу собаку Юмичу вообще-то была не только в Мексике, она проехала полтора месяца по Америке Меня прям бомбит вообще адски, когда люди так делают, люди такое говорят Бесит вообще ужасно Я принимаю этот страх свой Я боюсь Что ж, в честь 2024 года я решила снять на нашем канале видео вопрос-ответ Потому что здесь очень давно не было такого ролика Я думаю, у вас накопилось много вопросов Точнее, не думаю, а знаю, потому что в Телеграме я попросила вас их задать На какие-то я буду отвечать очень быстро, на какие-то более подробно Ну что ж, погнали, потому что вопросов очень много Какое твое самое первое животное? Я на самом деле уже давно как-то в каком-то ролике говорила, что моя первая собака была Это собака Ликер от Вейлер, но это была собака моих родителей, то есть не совсем моя Еще у меня была черепашка и крыска Честер Но это было очень давно и по сути самым первым моим животным можно считать собаку мою Эйвона Которого с нами уже нет Но по сути именно моим первым животным был он Сложно ли жить большим количеством домашних животных? Сложно! Я как-то сняла недавно ролик о том, какие у меня есть лайфхаки для уборки За таким количеством домашних животных, чтобы дом был в порядке Но на самом деле это правда трудно, особенно когда у тебя 4 собаки Ты выходишь со всеми гулять, потом надо всем помыть лапы У тебя еще и кошка, еще улитки, муравьи И в какой-то момент времени у меня были хомячки и бабочки Вот такой зоопарк содержать очень сложно и финансово, и по времени Половина просто твоей жизни на это уходит Поэтому если любите животных, заводите их с умом Когда будет песня? На самом деле это скорее вопрос на канал Animagic Но да, действительно, я занялась музыкой И очень скоро в январе выйдет моя первая песня «Головоломка» Я надеюсь, вы меня обязательно поддержите Я об этом подробно расскажу на своем канале, в телеграме и в других социальных сетях Как себя чувствует София и что с ней? На этот вопрос я хочу ответить поподробнее Кто подписан на нас, кто давно следит за нами, тот знает Что Ивасик, брат Софии, он умер от болезни сердца И, к сожалению, у Софиши такая же болезнь Я думаю, может быть, это генетически просто предрасположенность Это проблема с метральным клапаном И Софиша в последнее время действительно плохо себя чувствует Мы ходили к кардиологу, мы проверялись И вот сейчас в ближайшее время должны тоже пойти И если вам интересно, я потом обязательно расскажу, какие результаты Как меняется в динамике болезнь Сейчас она пьет таблетки с утра и вечером Мы следим за питанием, за движением И вот сейчас, например, она лежит, все хорошо, не кашляет Но иногда она очень сильно задыхается Последний раз мы поднимались по лестнице 11 этажей И мне пришлось нести ее на руках Потому что она начала задыхаться Иногда она закашливается очень сильно И ей тяжело дышать И у нее очень сильно и быстро бьется сердце Поэтому нельзя с ней там слишком сильно активно играть Или что-то такое Или какие-то очень тяжелые физические нагрузки Потому что у нее больное сердечко Мы пытаемся сделать все, чтобы Она не ух... Не все зависит от меня Надеюсь, наша Софишка проживет еще с нами И побудет с нами Аня, где у тебя муравьи и все ли с ними хорошо? С муравьями очень долго все было хорошо Муравьиный формикарий Жил, стоял себе очень долго Как вы помните, мы завели его В каком году? Мне надо проверить Первый ролик про муравьиную ферму Был 5 декабря 2016 года То есть 8 лет 8 лет простоял формикарий Все с ними было хорошо Еще недавно я, когда была в Magic House Я показывала, что вот муравьи Хотите, я сниму видео И, короче, к сожалению, муравьиная матка погибла Умерла Уж не знаю, от чего От старости или от чего Я не настолько разбираюсь в насекомых и муравьях Кто знает, скажите Можно ли, например, формикарий заменить муравьевую матку или нет Никто больше их не рожает И поэтому муравьи начинают вырождаться Матка умерла Новых детей не было И постепенно все муравьи вымерли Вот Печально Такая вот история Может, у них какой-нибудь муравьиный вирус там был Я не знаю Но, в общем, я предположила, что дело в матке Она умерла, и поэтому умерли все остальные Насекомых тоже жалко Но такова природа Мы все стареем, умираем, уходим Приходят новые И все Смотрела ли ты когда-нибудь разоблачение на себя, к примеру, антиблогера? Не смотрела, честно, я разоблачение Мне скидывали как-то рассылку Я, если вам интересно будет, я могу снять реакт Я могу снять реакт, например, на канал Animagic на свой И посмотреть, что там в разоблачении такого интересного Есть много вопросов про канал Когда ты начала вести канал? Сколько лет в сфере блогера? Почему иногда редко выходят ролики? В общем, все, что связано с каналом Кстати, в январе я планирую, чтобы ролики выходили каждую субботу Каждую субботу Если вы тоже за это, ставьте лайк Чтобы ролики выходили каждую субботу И обязательно 3 февраля Потому что 3 февраля канала будет 10 лет Вот такой вот ответный вопрос Сколько я занимаюсь каналом? Спасибо, что вы с нами до сих пор Что вы нас смотрите И поддерживаете всегда Чем питомцы обычно занимаются каждый день? На самом деле, это странный вопрос Наверное, это вопрос тех людей, у кого нет питомцев Не знаю Мне кажется, все, у кого есть собаки и кошки Они прекрасно знают, чем они занимаются каждый день в обычное время Они либо спят, либо играют, либо едят Либо где-то проводят время со мной Когда я их беру куда-то на прогулку Или в какое-то путешествие То есть это какой-то стандарт Их времяпрепровождение У собак, по крайней мере У кошек, в принципе, тоже То есть чем они еще могут заниматься? Как отреагировали питомцы, когда появилась Алиса? Была ли агрессия у собак? Это, видимо, говорит человек, который не видел, когда появилась Алиса У нас были ролики о том, как собаки ее приняли Приняли они ее хорошо Юмичу с Алисой даже очень сильно дружили Софиша, Эйвен и Миша тоже, в принципе, к ней нормально относились Это Алиса со временем сказала им такая Все, я не хочу с вами общаться, когда стала старше А потом они ее тоже стали гонять Когда она стала такой кошкой, которая любит погулять Никакой агрессии и драк у нас нет Но отношения у них такие Достаточно холодные теперь Даже Юми, которая в детстве с Алисой лежала И чуть ли не обнималась И они спали вместе, когда та была щеночком А Юми, ой, а Алиса котеночком Но со временем их дружба охладела Как, наверное, бывает в жизни Иногда мы друзья с кем-то, а потом не друзья В общем, вот так Софиша, кстати, с Алисой стала лучше общаться Пока мы с Юми ездили в путешествия Но как бы все равно она сама по себе Как настоящая кошка Кошка, которая гуляет сама по себе Случались ли недавно страшные истории с Софией или Юми? Фу, да Случилось три истории Которые я хотела бы рассказать Если вам интересно, пишите в комментариях плюсик, что вам интересно Или ставьте лайк, и я сниму такое видео Давайте так, давайте я в следующую субботу Сделаю такое видео, если вы захотите Сколько времени занимает уборка всего дома? Например, когда мы живем в маленькой квартире Конечно, когда мы ездим где-то там в Москве Или вот сейчас мы в Сочи находимся Это не занимает много времени Потому что квартира небольшая Ты быстро пропылесосил, все помыл и все окей Ну, хорошо, час, полтора, два, да? Если говорить о доме, о Magic House То там уборка занимает намного больше времени Потому что там очень большая площадь Очень много комнат И поэтому лучше убирать частично Один день здесь, один здесь, день А здесь, 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 здесь Долго, в общем Я не засекала никогда, но достаточно долго Еще раз напоминаю Обязательно посмотрите ролик про уборку Потому что тут я видела в комментариях Много вопросов про то Какие лайфхаки для уборки ты используешь Как ты убираешься Как ты борешься с шерстью животных Там очень много всего полезного Я рассказала, что я именно использую для этого Хотела ли ты быть ветеринаром, кинологом или грумером? Никогда Я знаю, что многие из моих подписчиков Хотят быть либо ветеринарами, либо кинологами, либо грумерами Или, там, например, хендлерами Какими-нибудь психологами, зоологами и так далее Нет, я никогда почему-то не хотела связать свою жизнь Свою профессию с животными Вообще у меня такого не приходило То есть я всегда любила животных Но почему-то никогда не думала о том Чтобы стать кем-то, кто занимается животными Я всю жизнь хотела быть журналистом или писателем каким-нибудь Но музыкантом я уже становлюсь постепенно Скоро начнут выходить песни Нашла ли ты мужа своей Юмичу, Аня? И почему вы ее не повязали? Она вроде без брака У нашего покемона будут щеночки? Или нет? Ах, муж для Юмичу Ну, давайте как раз вот этим ответом Я отвечу на все подобные вопросы Я думала, что у Юми будут щенки Я планировала Юми щенков Поэтому я ее в нужное время, в более раннем возрасте не стерилизовала Прошло много лет Я занималась какими-то другими делами Я то была занята, то ли еще что-то То, как бы, каждый раз, когда у Юми Чу собиралась течка Я думала, может быть, все-таки нам сделать щенков В общем, я сомневалась И поэтому она до сих пор не стерилизована Пока что это на здоровье никак не сказывается Но я думаю, что нужно стерилизовать Потому что это сказывается на других вещах Например, на том, что Юми все метит И постоянно конкурирует со всеми В том числе с Софителиной А та у нас уже такая старушка, что конкурировать ей не может Но все равно Честно скажу, если подходить к этому вопросу ответственно То не надо делать Юми Чу щенков Она не самая идеальная по породе собака Просто щенков ради продажи я делать не хочу Щенков, чтобы подарить подписчикам или друзьям, разыграть и так далее Тем более, это не экологично, это не человечно Щенков не будет То есть я не буду делать щенков Просто потому что кто-то хочет от Юми Чу щенков Или просто потому что она прикольная Нет, это должна быть очень породистая собака С хорошей генетикой, с хорошей родословной Нет, Юми прекрасная собака Я ее очень люблю И я была бы пипец как рада, если бы у нее были щенки Но я не готова к этому И реально считаю, что это безответственно Просто делать это, потому что мне хочется Есть ли у твоих питомцев странности или плохие привычки? Мне кажется, у всех животных есть всякие разные странности Например, Юми Чу, когда я вот так вот к ней нагибаюсь Юми, Юми Может кусать меня за нос У Софиши стала плохой привычкой лаять Я думаю, что это связано с тем, что у нее просто по возрасту уже плоховато зрение и плоховато слух И она таким образом пытается себя обезопасить Вот это плохая привычка, но остановить ее я не могу Она просто тявкает и гавкает на все подряд, что шевелится, все, что видит А один раз она просто встала и такая в лес вот стоит и в лес лает куда-то Там ничего не было, она просто вот стояла и лаяла туда Ну вот такая вот у нее есть сейчас привычка У Юми есть привычка поднимать лапу, когда она писает Потому что она доминантная собака, она просто делает это как мальчик Ну, она опять же неплохая, скорее это странность Не знаю, делают ли все так собаки Потому что я некоторые собаки видела, что так не делают Но мои собаки, они закапывают, когда покакают, простите Они закапывают очень сильно И Юми просто раскидывает это на 3 километра вперед Если вы не в курсе, она это делает, любая собака, если это делает То делает это для того, чтобы ее запах как можно больше его распространить Почему для меня это плохая привычка? Потому что потом, во-первых, она в меня это все бросает Во-вторых, в Софии А в-третьих, у нее очень грязные лапы после этого Если она это делает где-нибудь, где земля или грязь Но она это делает Кого вы больше любите, София или Юми? Это очень странный вопрос Я считаю, что такой вопрос Прям нельзя задавать хозяевам, у которых есть много животных Потому что это как задать вопрос Я не очеловечиваю, но правда Это как маме задать вопрос Ты кого любишь больше, дочь или сына? Маме, у которой несколько детей Кого ты больше любишь? Вот этого ребенка или вот этого своего ребенка? Мне кажется, те, у кого несколько собак или кошек Им очень сложно ответить на вопрос, кого они любят больше Я всех по-своему люблю Ты бы ушла с Ютуба за один, в общем, я не знаю, тут три, шесть, девять Очень много нулей, отвечай честно Нет, нет, если вы в курсе, то, ну, наверняка бы многие блогеры слышали Я тоже говорила, что Ютуб сейчас не монетизирует ролики То есть мы не получаем денег с рекламы, с монетизации от Гугла, которая была раньше Это было бы круто, если бы у меня была такая огромная сумма денег И я бы могла, например, больше путешествовать Больше вкладывать денег в свою музыку Снимать какие-то крутые, мощные клипы Но я бы не ушла с Ютуба из-за этого Потому что Ютуб для меня не только деньги Это моя самореализация Я творческий человек Мне нужны люди, с которыми я хочу общаться Зрители мои, мои подписчики Я не представляю, как бы я делаю это не просто ради денег Если вы так думаете Кто-нибудь есть у нас, кто здесь рисует, например? Вот вы рисуете, вам это нравится И вам говорят, я вам дам миллиард долларов Вы перестанете рисовать? Нет, вы не перестанете рисовать Да, вам, может быть, не нужно будет продавать свои картины Потому что у вас и так есть куча денег Вы можете рисовать просто себе в удовольствие Это да, но рисовать вы не перестанете Вам нравится писать стихи И если вам предложат миллион долларов Вы перестанете писать стихи? Или вам нравится еще что-то делать? Вы перестанете это делать просто из-за денег? Мне кажется, нет Хотела ли ты другие породы до появления Эйвена и Софи? Я вообще, если честно, не задумывалась про собак Кто знает, как появился у меня Эйвен что мне его подарили, а потом появилась Софи, потому что я просто в нее влюбилась, когда она родилась. Я не думала тогда о породах и о выборе собак вообще. Это вот судьба так распорядилась. Кого бы ты хотела, помимо собак и кошек, какие тебе еще нравятся животные? Мне очень много разных животных нравится, особенно какие-нибудь такие, типа, белки-летягие, сурикаты, какие-то ленивцы, вот эти вот странненькие всякие существа, галага. Но я, наверное, сейчас пока не готова завести кого-то такого, именно странного, необычного, енотики всякие. Мне кажется, это очень большой труд, большая ответственность. И с моим образом жизни в плане путешествий, конечно же, собаке и кошке проще. Как ты, собак, научила фоткаться? В двух словах я не расскажу, но могу сделать какое-нибудь мини-видео, может быть, в Telegram или в другие соцсети, или в Shorts, вот сюда на YouTube, как научить собаку фотографироваться. Инструкцию... Шерсть летает. Инструкцию, короче, сделать. Очень много вопросов про нового питомца на 3 миллиона. В принципе, про нового питомца, буду ли я заводить нового питомца, кто это будет, собака или кошка. Давайте для начала я отвечу на предварительные вопросы. Кто бы это был, собака или кошка? Кто мне больше нравится, собака или кошка? Очень сложно, на самом деле, ответить, потому что мне нравятся и собаки, особенно большие. В последнее время я прям грежу о большой собаке. И кошке тоже очень нравится. И я часто думаю о том, чтобы завести котенка. В общем, выбрать собака или кошка мне очень сложно. Вот некоторые люди точно знают. Я кошатник, я собачник. Ну, хотя, наверное, где-то в... Вот если глубоко подумать, то я скорее собачник, чем кошатник. Несмотря на то, что все-таки Алиса появилась у меня спонтанно, случайно. Кто помнит, я ее вытащила из канализации. Если не помните, смотрите это видео. То есть я не выбирала, что я вот хочу кошку. Хотя мне нравятся кошки, мне нравятся котята и вообще... Но, наверное, все-таки я больше собачник. И если я бы выбирала между кошками и собаками, хотя мне очень трудно выбрать, то, наверное, я выбрала бы собаку. Маленькая собака или большая? Конечно, я бы хотела большую собаку. Мне очень хочется собаку, у которой вот такие лапы, вот такая большая морда. Тащусь от больших собак. Я в последнее время обращаю на них внимание. Прям хочу их. Мне они прям нравятся. То есть мне прям хочется их потискать. Прям вот чтобы ее можно было вот так вот взять. Что мы будем делать на 3 миллиона? Как я сказала на канале Animagic, я просто всегда говорила так, а теперь я поняла, что заводить животное ради цифры, типа потому, что у нас будет праздник и 3 миллиона. Я не хочу заводить собаку или вообще любое другое животное, только потому, что у нас будет 3 миллиона на канале. Кстати, до 3 миллионов нам осталось всего 55 тысяч, так что подписывайтесь, подписывайтесь всех своих родственников, друзей, знакомых, бабушек и дедушек, тети, мамы, папы, дядь и братьев и сестер, и себя, и друзей, и вообще. Вот, но я очень хочу собаку. Я очень хочу большую собаку. Но тут же я понимаю, что путешествовать с большой собакой будет очень тяжело. Это практически невозможно. Ну, то есть это реально сложно. В общем, я запуталась реально в своем желании, именно какой породы эта собака будет. Я говорю вам честно, как на духу, я реально сомневаюсь. Я думаю, что те, кто выбирают сейчас собаку и думают о том, какой она будет породой, тоже так меня поймут. Это очень трудно выбрать, особенно из того количества, которое сейчас есть. Когда я прям почувствую, что вот я готова, я хочу, я определилась, какую. То есть все надо вот так вот собрать в кучу, проанализировать и решить. Поэтому я обязательно вам об этом, конечно же, сообщу. В общем, очевидно, я не определилась, да? Ух, вот. Но да, я решила, что я точно не хочу заводить собаку или кошку и вообще любое животное ради цифр. Надеюсь, вы меня поймете. Хотела бы ты взять собаку из приюта. Давайте я обещала с вами всегда быть честной. Я бы хотела, наверное, взять собаку из приюта, но почему, скорее всего, я это не могу пока что сделать, потому что любая собака из приюта – это очень большая затрата времени. То есть за собакой из приюта нужно очень-очень сильно много ухаживать. Вспоминаем Мишку и ее проблемы, хотя она была не из приюта, а из семьи, в которой она жила, по сути, как в приюте. Собаке из приюта, у них есть трудности все-таки разные психологические, им нужно уделять, это не значит, что они плохие, они очень хорошие, но им нужно уделять очень много времени. Если бы у меня была такая возможность уделять просто вот 24 на 7 времени своей собаке из приюта, то я бы, наверное, взяла. Но так как я в последнее время много езжу, много путешествую, часто не бываю дома, и маленьких собачек вот так вот я с собой могу взять, а собаку из приюта просто, ну, например, летая на самолете, мне всегда жалко собак, которых сажают вот в эти вот контейнеры огромные для путешествий, которые не в самолете, не в салоне со мной летят, как мои собаки летают, а вот именно когда они летят в багажных отделениях, вот этих с багажом, там очень много случаев смерти. Мне кажется, это стресс для собаки. Кстати, мне было бы интересно, если у нас есть тут ребята, которые путешествуют с крупными собаками на самолетах, напишите, как вы вообще относитесь к тому, что собака вот в этом контейнере находится, потому что я слышала много историй о том, что у них там происходит обезвоживание, сердечные приступы, некоторые собаки умирают. Очень много печальных историй. Собаки из приюта чаще всего это крупные собаки, и путешествовать с крупной собакой, к сожалению, тяжело. Плюс из-за того, что я много переезжаю, я часто могу не находиться там с собакой какое-то время, и это значит, что собака из приюта, я буду ее кому-то оставлять. Это тоже для собаки из приюта будет психологически тяжело постоянно лишаться хозяина. То есть, когда, я думаю так, когда у меня будет образ жизни более усидчивый, более оседлый, более спокойный в каком-то одном месте, я не буду слишком много передвигаться, может, когда я буду постарше, тогда, да, тогда, скорее всего, я смогла бы завести собаку из приюта, и, скорее всего, я это сделаю, когда я буду уже прям реально в таком возрасте, когда ты уже так много не путешествуешь. Ходили ли вы когда-нибудь к зоопсихологу-кинологу? Мы ходили к зоопсихологу один раз, я даже снимала об этом видео, это было с моей собакой Мишей, которая нас уже тоже покинула, и было это потому, что, ну, Мишка была из тяжелой семьи, и я хотела как-то разобраться с ее психикой, помочь ей вообще существовать. Есть длинный ролик с очень классными советами, обязательно его посмотрите. С другими собаками я к зоопсихологам-кинологам никогда не ходила, я воспитывала их сама, и нет, о них не тяжело заботиться. Самые простые вещи, чистить зубы, иногда мыть, расчесывать. Именно по уходу чихуашки очень простая порода по мне. Но если сложный именно характер, то да, придется заниматься очень много. Ну вот, вот Софиша, да. Внезапно просто вот так вот начинает задыхаться. Или как будто давиться даже, да. Это еще спокойно, бывают такие сильные приступы. Да, на самом деле я слышала такое мнение. Я прям вот реально думала, что меня прям бомбит вообще адски, когда люди так делают, люди такое говорят, бесит вообще ужасно. Вот так я думала раньше, и меня до сих пор иногда подбомбливает, честно говорю. Иногда маленькие собаки, если их правильно воспитывают и правильно дрессируют, поумнее и по воспитанию, и по надрессированию больших собак, которых не воспитывают и не дрессируют. Короче, я реально считаю, что все собаки, от маленьких до больших, это собаки. Это еще у старого поколения, у очень многих взрослых, есть такое представление, что типа собака должна что-то делать. Такой утилитарный подход, собака для чего-то. Но маленькие собаки, они в основном, конечно, декоративные, и они нужны человеку для любви, а не для чего-то. И поэтому многие так думают, что большая собака, вот это собака, а это не собака. Но я с этим не согласна. Любая собака это собака, вопрос в том, как вы ее воспитываете, как вы к ней относитесь. Но они и не для этого нужны. Маленькие собаки нужны для любви, для того, чтобы быть нам компаньонами, друзьями. И у них нет какой-то такой вот утилитарной цели. Но и большие собаки могут быть просто для любви, друзьями, компаньонами, и тоже ни для чего. И мне кажется, сейчас мы в мире выросли до того, что собака скорее друг, чем для чего-то нужна. Поэтому любая собака это собака, все Были ли трудности в путешествиях с собаками? Как Юми и София относятся к переноскам, сложно ли их было приучить? Вообще все мои собаки прекрасно относились к переноскам, потому что очень много путешествовали И у них проблем с этим вообще не было Я могу как-нибудь рассказать в отдельном тоже каком-то шорте Или как я их приучила к переноске к сумке Теперь, когда я ставлю сумку, собаки просто в нее запрыгивают Точно так же я ставлю переноску, они в нее заходят У нас вообще с этим проблем нет, потому что собаки с детства много путешествовали А вот по поводу трудностей в путешествиях, если вам интересно, я хочу снять об этом отдельное видео Про то, как я потратила 200 тысяч, во-первых, на путешествия только с одной собакой Во-вторых, рассказать именно про все проблемы, с которыми вы можете столкнуться в путешествии с собакой Но если кратко, да, трудности бывают, особенно чаще всего они связаны с документами, с прививками и документами С отелями, когда, ну, не pet friendly, то есть не в каждой стране и вообще, в принципе, не везде можно найти место, где с собакой легко заселиться Если вы не в курсе, Юми Чу вообще-то была не только в Мексике, она проехала полтора месяца по Америке Если вам интересно, как мы путешествовали с Юми по Америке, я тоже сделаю об этом ролик Что с улитками? Давайте сразу быстренько решим этот вопрос В общем, последний ролик про улиток был, это ролик гонки улиток, если не видели, посмотрите, это очень, на самом деле, интересно и прикольно Ну, в общем, после того ролика я всех улиток раздала И осталась только одна, самая большая, гигантская улитка, которая была одна из моих самых первых, охотиночка, вот эта вот огромная Я пока что ее оставила, но, скорее всего, со временем я тоже ее отдам Во-первых, их стало слишком много, и было уже не очень комфортно за ними ухаживать Они продолжали плодиться, они продолжали делать детей А во-вторых, я поняла просто, что я переросла и больше просто не хочу улиток Последнюю улитку, не знаю, подарю кому-нибудь из подписчиков Кого из собак было легче всего дрессировать? Софи и Эйвена было легче всего дрессировать Они у меня были с самого прям детства и с рождения, я за ними очень ухаживала И на них потратила огромное количество времени, потому что они были мои первые собаки И, конечно же, я занималась с ними постоянно и дрессировала их Ее мячу проще, но у нее другой характер Она более эмоциональная, более вот такая вот подвижная Ее сложно дрессировать, потому что она очень активная, к ней нужно прям подход находить Софи с Эйвеном были проще, поспокойнее как-то Ну, а Мишка на третьем месте, ее было вообще очень сложно дрессировать, потому что я ее взяла очень взрослой И перевоспитывать всегда тяжелее, чем воспитывать заново Переживаешь ли ты до сих пор потерю Эйвена и Миши? Не боишься ли ты, что Софи будет следующей? Или ты не хочешь об этом думать? Я понимаю, что утрата просто это естественный процесс Нам с этим очень сложно, но нам это приходится принимать Часто очень питомцы уходят раньше, чем мы, к сожалению Нельзя быть к этому готовым, конечно, до конца никогда Ты всегда будешь переживать, ты всегда будешь бояться И я принимаю этот страх свой Я боюсь, но как будет, так будет Изменить я, к сожалению, здесь ничего не смогу Какие отношения между питомцами и рутся ли они? У меня вообще из животных никто особо никогда не дрался У Софи с Юмичу была некая конкуренция Они периодически такие друг с другом Но они при этом как будто команда дружная То есть они ссорятся, но при этом они вдвоем друг без друга Например, скучают или переживают друг за друга Они всегда как-то вдвоем То есть спят они рядышком вдвоем Я знаю, что есть случаи, когда просто, например, кошка с собакой ужиться не может адски Или там две собаки дерутся постоянно У меня такого нет У них есть некоторая конкуренция, но я это быстро пресекаю Главное все-таки хозяин Я все равно даю им понять, что главное в иерархии я И поэтому нельзя так делать У меня никто никогда жестко прям не конфликтовал с животных Была ли аллергия на домашних животных, справилась ли ты с ней? У меня реально была аллергия на хомяков Я не знаю, как это работает Может, на их экскременты или на их мочу или на что-то У меня просто высыпало все Вот если я хомяка в руки брала, я потом не могла дышать У меня прям закладывало нос, был насморк и красные пятна Я просто поняла, это и хомячка последнего своего, который выжил, я его отдала Но у меня постоянно такая есть штука Я замечала, ну какой-то насморк вот такой Блин, я сдам тест Интересно А вдруг у меня правда аллергия на животных? В следующую субботу увидимся на канале Спасибо за субботу!